Для девушки очень важно, только один молодой человек. Однако, помимо этого, мы обращаем свое внимание на его образование, на его семью и на то, кем он работает. И не менее важно, конечно, то, как он работает на своей жизни. В свою очередь, мы, когда встречаем своего принца, готовы предложить ему свою любовь, нежность, ласку и поддержку, а также уют и тепло домашнего отчика. Об этом я могу с уверенностью сказать, что брак принц, русская девушка – это настоящее счастье и удачное будущее. У меня много девушек, знакомых, уехали за границу. Понятно, почему все любят иностранцев. Потому что, что загружены иностранцы, все сразу хорошо, люди прекрасны. Вот так же, после последнего чемпионата мира в России, столько девушек с иностранцами знакомы. У нас есть девушки умные, красивые. Ни европейцы, ни американцы среди своих таких не могут себе позволить. Поэтому знакомьтесь с нашими девушками. Да, есть такая тенденция. Сейчас все больше русских девушек выбирает свежих нескольких иностранцев. Но это не удивительно. Я за собственные опыты хочу показать, что мужчины иностранцы из разных стран Европы и Америки и других мест намного лучше относятся к русским девушкам. Девушкам с иностранцами. С большим уважением, наверное, больше ценят. Потому что сейчас, когда феминизм очень сильно распространен, наших девушек мы просто обожаем за их искренность, тонкую душу, за то, что они не проявляют в себя так, свой характер, как женщины, например, Европы. Они могут быть слабыми, беззащитными. И это и нравится мужчинам. Несмотря на все предрассудки, мне кажется, выйти замуж – это очень важно. И нужно сделать это с человеком, который тебя ценит, любит и уважает. К сожалению, такие качества среди русских мужчин встречаются не всегда. Они избалованы нашим женским вниманием. А вот иностранец будет ценить не только твою славянскую красоту, но и внутренний мир. Если у девушки не получилось сложить личную жизнь здесь, я надеюсь, у нее есть все шансы сложить свою личную жизнь и здоровую жизнь. Меня зовут Анна. Мне 22 года. Я живу в Санкт-Петербурге. И уже два года я встречаюсь с американцем. Ему 26 лет. Он работает у нас в городе. У нас замечательные отношения. Все очень здорово. Но, конечно, есть одно «но». Он очень экономный. Он постоянно все считает. И когда мы ходим куда-то, мы платим отдельности. Конечно, сначала меня это очень смущало. Но потом я поняла, что у них так принято и привыкло. В остальном отношения очень замечательные. У нас очень серьезные. Мы очень любим друг друга.